Флорариум или миниатюрная композиция из кактусов и суккулентов. Екатерина Храпунова размещает миниатюрный сад мечты в Бакале. С муромской мастерицей, создающей из самых неприхотливых комнатных растений оригинальные композиции, познакомилась Елена Петрова. Растения, субстракт для кактусов, дренаж, емкость. Екатерина по образованию юрист. Свободное время посвящает творчеству. Одно из милых сердцу направлений создание садиков и суккулентов и миниатюрных композиций. Здесь можно собрать несколько вариантов растений. Его можно задекорировать. И это будет как украшение интерьера. Можно и дома поставить его. Лучше ближе к свету. Растения и какие-то элементы декора сочетаются в одну единую картину. И именно для таких садиков горшочки я делаю сама. Это берется обычная пластиковая основа. Можно взять любую. И она отделывается гипсом. Выглядит необычно. Как оказалось, суккуленты прекрасно чувствуют себя во флорариумах. Это защищает растения от сквозняков и перепадов температуры. Растут довольно медленно на бедных субстрактах, песках и гравии. Горшочек можно изготовить и из подручных материалов. Также можно сделать горшочек для суккулентов, для композиции из обычной банки из-под кофе, из-под чая. Она покрывается также краской. Отдекорировала лентой специально. И вот такая красивая композиция получилась. Сквозь прозрачные края цветочного горшка красиво просматриваются слои земли и камней. На причудливые мини-сады можно любоваться часами. При умеренном поливе простоят не один год. Проявить творческие способности и создать свой садик по силам даже ребенку. Мама не научила делать садики из суккулентов. Я одну композицию отнесу с собой в школу. И попробую научить ребят делать садики из суккулентов. Екатерина черпает вдохновение из общения с творческими людьми. Муром на мастериц богат. Их работы можно увидеть на ярмарке душевных подарков в рамках фестиваля выходного дня в Доме народного творчества. Елена Петрова, Олег Сиротинский. Новости Муром.